Продолжение следует... В смысле, живёте или просто в гости поедете? Политическое убежище. Получили, да? Из какой страны, если... Ну, по противу ещё рассматриваю. А, из какой страны, если не стихаем? Убежали. С Украины. Логично. А, так вы, по-моему, бывшие видосики выкладываете, я вас видел, или нет? Не ошибается. Я не выкладываю, но блогеры меня многие написали. А, ну я, кстати, тоже в блоге записываю. Вас можно выкладывать или закрыть ваше лицо, может быть? Или можно? Не надо. Без проблем. Я не прячусь. Ну, окей, да. Мой канал, мой канал, Демклуб, заходите. Я вам потом дам название, если захотите заходить. Скажете, тогда... Без проблем. Задавайте пять вопросов. Я отвечаю. В каком городе вы Украине жили? Черновцы. Черновцы. Да, да. Припоминай видосики у кого-то я смотрел. Вы позитивный очень человек. Борец с киевским режимом. Спасибо. Борец с киевским режимом. Насколько я помню. И вот что характерно, даже вы с Западной Украины, вот такой Борец. Это вам честь и хвала. Спасибо. Ну, хорошо. У вас эхо большое. Я немножко поубавлю. Так. Ну, хорошо. Можете обрисовать вкратце вашу политическую платформу? По какому аспекту вы боретесь с киевским режимом? По какому аспекту, например? Аспектам. Я тебе поставил цель писать правду. И только правду. Знаете, когда многие говорят, слушай, ты ж там взятку предлагали, там взятку. Нет. Я хочу, чтобы про меня говорили, что вот был. Есть украинский западный журналист, который писал правду. Ну, я, в принципе, сейчас пишу правду. Но я скажу, что я добился. Ну, молодец, молодец. Ну, ясно. То есть вы, ваша цель разоблачения лжи украснить. Правильно, я понимаю? Сто процентов. Ну, у меня мои расследования были именно громкие по всем телеканалам Украины, Румынии. Шпигель даже писал подводку. Видите, я специально даже на стенку перебил всю мою работу. Я это помню. Я смотрел шритосик с вами. У меня вот что ваше. Во-первых, вы под псевдонимом или под реальной фамилией пишете? Под реальной? Петиченко Николаевич напечатлен. Да, давайте. Я потому что ролик должен назвать. Вы, раз личность известна, это нужно фамилию назвать. Петиченко. Я никогда, Николай, Николай. Окей, я понял, да. Я никогда не скрывался. Я прямо со всех телеканалов под своим именем. Все, значит, я так и ролик назову. Диалог с известным укрдиссидентом Николаем Петиченко, если вы не понимаете. Без проблем. Вот, значит, меня интересует ваше мнение вот что. Ваша версия убийства Кушнарева. Ну, из официальной смерти Кушнарева, нечетные случаи, но тут скорее всего убийство в вашей версии. Имеете ввиду, когда на охотничьего руки. На охотничьего руки. Политическая заказуха тут слишком мешала. Это я понимаю. Кто убил, партию регионов или наоборот их оппоненты? Я думаю, оппоненты, потому что именно на их руках море крови. Они зачищали, они продлияли, они даже могли своих замочить для того, чтобы нагретать обстановку. Нет. Я вот... Кушнарева, если вы, если вот так вы логическую цепочку проводите, тогда уж партия регионов убила, потому что Кушнарев был вторым человеком в партии регионов и был намного интеллектуальнее Януковича. И именно люди Акметова есть вещи, что его убрали. Как вы к ней относитесь? Я извиняюсь. Смотрите, там, если разобраться в украинской политике, все на олигархате, который рвет страну начальника. И говорит, что принадлежность какой-то партии. Вы посмотрите, что творится. Тут микс такой, вот даже Зеленский, вроде бы он добился, вроде бы его выбрали, перемешались. Опять же, там и Порошенко люди полюбовничали, и Юлька подпевает. Поэтому говорить, что конкретно какая-то политическая партия, у нас все проституты. Посмотрите, как они бегают вокруг да около, меняют партию. Нету у нас костяка, и говорить, что типа партия регионов, кого-то чего-то, нет. Один, пару кланов между собой чего-то не поделить. Я не гадал. Ну это да, я бываю в Украине каждый год, я в курсе. Понятно. Так, по Кушнареву. Ваше отношение к двум Майданам? Ну, к пятому году и вот к 14-м. Шо один, шо второй. Лохопрон конкретно. Да, ну я, вот Майдан пятого года, поскольку он был без крона, я его, ну я тогда активно участвую еще в каких-то политических форумах, еще до всяких видеоконференций, тогда были как-то текстовые. Я тогда называл это просто массовка для СМИ, ибо, так, кстати, если Запад захотел поставить Ющенко, то он бы стал президентом и при пустом Майдане. Просто нужно было, так сказать, оберточка хорошая. Вот устроили этот Майдан, я вот такое мнение. А вы, кстати, в нулевые годы, когда еще не было всех этих видеоконференций по чату-рулетке, не участвовали в укрополитических форумах? Типа Пух, или там Фуруа, не писали? Смотрите, да, смотрите, моя жизнь вот такая очень обширная. Я три года прожил на Библии, и в одиннадцатом году я только вернулся в США. Понимаете, поэтому говорить... Ну, понятно, я понял вас, понял. Как относитесь к Притуле? Про нее говорят, знаете, такая Притула, черная вдова? Это этот дебил тернопольский? Нет, Притула, это Алена Притула, черная вдова. У нее погибло три мужа взорвано, и вот один из них Шеремет. Ну, в том числе гражданских мужей. Последний поворот. Последний... Ну, это она админ крупнейшего форума текстового ФУК, форума Украинской правды. Алена Притула. Ну, короче, про нее ходит, так сказать, такая слава, что она черная вдова. Три ее мужа были взорваны, но убиты. А Шеремет взорван, и два предыдущих тоже покончили. А-а-а, Шереметта! Вот, вспомнила она. Ну, вот тут тоже, блин, непонятка такая. Вот, Шереметта, смотрите, как навоняли, что это, участок ФСБ, а потом оказалось, раз тебе и свои же. Ну, я взгляну, для меня это не новость, потому что практически каждое покушение на меня, то же самое красиво уалировалось бытовухо. Вот, шестое, когда я попал в список, вот сейчас же ходят под генеральной кубературой, типа, ах, и воняют, да? Но у меня четко полиция доказала, причастен подполковник СБУ, организатор, два бандюгана, или под подъездом Молотка. Дело развалилось, но тоже хотели сначала сделать под... А потом, как бы, можно сказать, под бытовуху не получилось, а давай-ка, все, он в руках ревлят, значит, его можно мочить. Понятно. Как относитесь, вот, мне лично очень не нравится трусливое поведение Зеленского в последнем месяце. Как вы к этому относитесь? Он настолько, так сказать, боится, то ли боится у кранадцев, то ли с ними заигрывает с целью каких-то политических своих целей. Ваш какой анализ? Смотрите, я считаю, что говорить о боязни и еще чем-то Зеленского, тут абсурдно, это есть марионетка олигархов, и он делает только то, что ему сказали. И здесь для олигархов невыгодно, допустим, идти на поводу людей, они выбрали вот эту кучку. Потому что кучка в основном воняет, так как они не хотят. Вот давай запудрим. Ну понятно. Вообще конкретно Зеленский считался именно марионеткой не олигархов, а одного олигарха Коломойского. Коломойского, да. В данном случае, а почему же он подписывает этот антиколомойский закон? Это и грабенье, что ли, такое? Да вы почитаете про это. Уже многие нормальные эксперты разъяснили, я не буду повторяться, что это просто лохотрон очередной. Ну понятно, я в принципе это предполагал, да, да. Он на самом деле не антиколомойский, как обозначил название. Смотрите, в Украине после переворота созданы многие такие антикоррупционные, НАБУ, ТБР, антикоррупционная прокуратура, СААД, да, и ТОЛКИ. Это еще одно коррупционное звено, если раньше прокуратура, допустим, тебя брала, ты их отстегивал 10 тысяч, НАБУ тебе берет, там должен быть миллион. Я лично знаю, потому что я в МАГУ брю мне закраска, ПТБР. И когда им приносишь факты, но тот мраца мразь им отхилистала, они не видят. Они начинают тебе отмазать куча, говорить, что это не их, да, и подлесно. Я говорю, подождите, я пришел к вам, вот у меня КПК. В этом законе четко прописано, свыше 90 тысяч, ваше, НАБУ вам, они мне, нет, не наше. Я говорю, пара следить, народный депутат завешен, ваше дело, НАБУ, они мне обратно, нет, они наше. Понимаете, поэтому говорить, я не говорю, что кто-то там был, я лично там. Это марази, которые наплодили, все они ходят, что-то там рассказывают, что-то там борются. Вы знаете, за прошлый год антикоррупционная прокуратура от коррупционеров, сколько забрали денег? Аж 14 тысяч гривен. 14 тысяч гривен, я знаю. Давайте так сделаем. Так, ну ладно, так, продолжаем. Значит, на чем мы там остановились с вами? А, про Кушнарева я выяснил. Значит, вы считаете, что на него давят все олигарки, а не только Коломойские, да, на Зеленскую? Да не только, да не только так. Понимаете, человек, если бы хотел что-то поменять, он бы пришел с нормальной командой. Вы же помните, когда он поставил генерального прокурора, который ни хрена не делал. Ну, ремошатка, да. И в то же время говорил, это мой друг, я ему верю. Премьер-министр, не из его команды, катался на велике, его всирал, и он говорит, это мой друг, я ему верю. Поверьте, если я бы пришел в класс, я бы пришел бы нормальных друзей, которые меня слушают, если бы я хотел что-то сделать. А если бы мне по барбану сказали, а, знаешь что, ты там иди, мы сами там поставим людей. Понимаете, поэтому главный виноват, в том числе и его, не надо рассказывать. Он что сделал? Перед выборами он обещал. Лохотрон сделал для людей. Он обещал, ничего не исполнил. Где посажены Порошенко, где посажены коррупционеры, и где мир нету. Одно, два, два, два. Берем тогда по понятиям, что отличается дата. Ну, нет, вот меня, мне что-то возбудило, что он подписал этот укромовный закон, который порох специально, чтобы ему подосрать, протащил за три дня до его инаугурации, уже будучи номинально исполняемым президентом. А он, я был уверен, что именно его это он не подпишет, потому что это, это, так сказать, против него выброс. Но он подписал, да кто его заставил, олигархи, и с какой целью. Понимаете, потому что он был ручной, чтобы он не вырвался от рук. Кто его знает. Они же тоже неопонимают. Можно вот так сказать, я цедюк при Януковиче. Это что же их не ошибка в партии регионов, когда они знали прекрасно, кто такой я цедюк, кто такой Кличко. Но, тем не менее, они оставили их в власти, и они смогли их свернуть и стать на их место. Так же они думают, блин, а Марионетка, а Марионетка, а где он знает, по-моему, в мозгах стать императором, каполеоном. И он сейчас начнет косить налево-направо. И чтобы он не смог вот так... Я мыс понял. Хорошо, следующий вопрос, ваше мнение интересно, от журналиста, эксперта. Вы же помните события февраля 2014 года, да, в Украине? Помните, как Янук убегает из Киева, летит на собороке в Харьков? Да, да, да. Там он должен пойти, был на съезд юго-восточных губернаторов, которые съехали специально ради этого в Харьков. Но он был в полной решимости идти, но вдруг резко не пошел и свалил в Донецк, потом в Харьков. Почему он не пошел на съезд? Есть у вас версии? Его предупредили, скорее всего, и он стыканул. Потому что... Ну, это основная версия. Там были снайперы, его предупредили, что снайперы, он засал и уехал. Это я слышал, да. Понимаете? Основная версия. Если разобраться, Янукович сам по себе, ну, маленький шелнишка, да, который за ним стояли и все решали. Но, замочив бы его, смогли бы свалить все, что творилось вот на Януковича. Вот посмотрите, Саддам официально завоюет, все, он виноват. У нас любят так, не говорить, что вот вокруг него твари, нет, всего на одного свалить. Так что хотели сделать с него большого вот такого тирана. Вот Чуршеско, давайте пример. Чуршеско, быстренько расстреляли. Зачем? Почему? Потому что они не хотели, чтобы, если он на суде бы рассказывал с ним, то я президент, ну, а исполнял кто? А кто дал указание? А они ж-то все остались, Порошенко-то, создатель партии Регионов, он же и остался в то же самое время, как он орал, что партии Регионов это зло. Так он же не все-таки. Берется Юлия Чемошенко, она вообще ведьма вечная, при ком она только не была. Да все они практически твари, вот я цыню, убрать, бурбать. Это ж опять же Юлечка их же приподнял. Она знала, какие они дерьмовики, но, тем не менее, надо для народа, для лохотрона, дополнивать такого масштабного, да, цирилища. Одного надо было замочить, а это все он. У нас же так принято. Да. И я этому так принято. Да. Ясен. Ну а, если опять же разобраться, вот я сколько показывал коррупционеров, прокуроров, так они же остались того времени. Вот помните иллюстрация? Самый большой лохотрон. Лохотронища из лохотронов. Почистили всех нормально, понабирали всех ублюдков. Я говорю, ну смотрите, вот вы иллюстрировали вот этот прокурора, потому что он работал во времена Ягубовича. Ну ладно, а наш, который сейчас замгенерального прокурора, он же был замг прокурора области. Почему его не иллюстрировали? Я же так и написал, у меня одно из заявлений, у Церкви, прошу на дать ответ, почему иллюстрация миновала коррупционера Мустевцу. Мало того, что закрыли глаза, мне еще медаль ему Порошенко прицелил, а Зеленский позначил вам минерали от прокурора. Это нормально? Да, да, я понимаю. Ну, понятно. Ну хорошо, тут уже мы беседуем, если есть еще что-то интересное рассказать, а в принципе на первый раз достаточно. Смотрите, у меня есть что-то интересное, но оно постоянно в кубиках, лучше когда по скайпу. Да, да, вы скопировали скайп и название каналов. Да, я скриншот сделал, а я сейчас вам приду в компьютер и добавлю. Видео с вами, оно как неочередное, выйдет в течение суток, на основном канале посмотрите. Ну а по скайпу вы акцептируете мою афферту, а втанасов вяжемся там через, на следующей неделе. Ну, вы посмотрите на канал Ютьюба, посмотрите документы и уже конкретно. Да, окей, да. Вы же знаете какую-то систему. Поскольку вы так журналист-эксперт, я подготовлю более детальные вопросы, так сказать, какие мне интересны. Хорошо. Все, очень приятно было побеседовать, до встречи. Заходите на канал. Взаимно. Заходите на канал, жду вас. Заходите на канал, жду вас. А он, как будто не взначай, всего лишь комард дал на чай. Но ты мне улица родная. И вне погода дорога. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok